всем большой привет сегодня не очень радостная тема это орхидейные мошенники и это действительно проблема мне уже чуть больше месяца очень многие пишут о том что очень активизировались данные ребятки и некоторые просили снять видео вот собственно я до него добралась это действительно проблема потому что сейчас карантин все мы знаем и немножко проблема с работой поэтому да такой вот еще толчок для этих мошенников плюс вот году несколько пиков у этих мошенников есть и как раз вот перед зимой это один из пиков и они очень активно пишут очень активно отслеживают сами пишут тебе в личку предлагают нужные тебе орхидеи и надо быть действительно бдительными это не надуманная проблема вот ну честно сама да тоже имею опыт но об этом я сниму отдельное видео а сейчас ну ребят смотрите такой момент еще давит на нас архаманов то есть зима мы не будем покупать такой голодун орхидейный будет холодно мы не сможем доставлять мы будем там пытаться поймать вот этот вот теплый день теплую ночь у чтобы она до нас безопасно доехала и именно на это давят орхидейные мошенники они вот пишут надо успеть там ой давай вот пока тепло пару дней будет я тебе сейчас быстро вышлю плати мне там все и мы на это ведемся потому что но это фактор который на нас давит некоторые еще давят на то что вот последний завоз вообще нигде не то не будет привозится потом неизвестно привезется или нет плюс дает еще на то что скоро новогодние праздники успею успей закупиться своим подружкам архаманом чтоб потом им подарить там успей закупиться чтобы потом себя порадовать еще что-нибудь еще что плюс еще как еще делают например на это не давят но ты покупаешь они тебе пишут ой ты знаешь вот как-то холодновато мне все-таки важно чтобы до тебя доехала хорошо поэтому я отправляю только когда на улице там ночью не ниже плюс 3 или там плюс 5 поэтому будем ждать сейчас тепленького и там ой она еще не просохла но еще влажненькая вот я тебе не могу отправить а потом они тебе пишут что ой ты знаешь вот она просохла но были холодные ночи а я вот смотрю а нож уже пересыхает его надо полить я полила поэтому давай еще подождем это все вот да такие наброски от мошенников очень часто и потом вы не видите эти орхидеи и это большая печаль и будьте осторожны те кто заказывают именно писем кто пишет бронь под постом например в фейсбуке вконтакте потому что вы пишете бронь и вам действительно в течение пары дней прилетает сообщение привет меня там зовут так я увидела что ты хочешь заказать эту орхидею а вот у меня есть в наличии смотри вот такой кустик классный вообще давай я тебе отправлю и ты такая почему бы и нет не надо ждать сейчас вот отправят и ты соглашаешься конечно же обращайте внимание на фото потому что очень часто эти люди присылают у них нету вообще орхидеи то есть они присылают фото из где-то вот из гугла взятые мне прислали девчонки показали что продавали какой-то редкий эквестрис и показать мою фотографию потому что я перестала подписывать свои фотографии улиточка как раньше и как только я перестала это делать и появились в сети и да людям предлагали красивый шикарный кустик это мой кустик я его узнала ну в общем то девчонки благо знают что это моя фотография не не повелись вот так что будьте бдительны и мошенники на самом деле а такой вот случай жизни обманула девушка которая возила действительно орхидеи возила их достаточно много были клиенты которые брали у нее уже там пятый завоз а потом там она год или почти больше почти два возила классно возила хорошо приезжала когда хорошего качества когда не очень много она привозила потом она сагра собрала огромный заказ действительно капец огромный потому что очень многие у нее уже так под найти подкормились и заказали на 2000 гривен на 3000 гривен давайте так чтобы доллар как вы посчитали ну что мы смотрим нас у всех разные валюты у нас сейчас курс 1 гривна это 28 долларов по-моему или 29 и где-то в районе 32 евро за гривну то есть посчитайте да сколько это и вот она собрала а заказавших было очень много больше тысячи участников и пропала хотя она возила ну вот карантин вот так вот бьет по людям вот такое бывает это что вам там вы год дали у человека или вы там несколько поставок взяли она вас не обманула абсолютно не значит что она вас не обманет к этому ну к сожалению надо быть готовыми и на самом деле вот эти мошенники которые действуют вот так они встречаются часто и схема у них простая они заводят несколько орхидейных страничек с разными ценами чтобы охватить разные целевые аудитории по ценообразованию скажем так они предлагают возят прикармливают вас и потом например там у них 35 аккаунтов продающих орхидей вы платите разные деньги но по сути вам все приходят с одного склада и потом два-три этих аккаунта просто собирают деньги и бросают вас на эти деньги вы там на них пишите заявление эти аккаунты банятся закрываются удаляется все что угодно и поэтому другие два аккаунта там продолжают жить продавать они делают еще новый аккаунт и вот это такое колесо обращайте внимание на стиль на фотографии на манеру общения на карточки вот на чем часто они все-таки проваливаются эта карточка номер карточки хотя есть люди которые кстати часто ее перевыпускают я не знаю где не берут столько имен потому что там имена на карточках бывают разные но обращайте внимание потому что опять-таки была барышня которая создавала вот так вот много разных страниц писала себя миллионы разных имен кем она только не была даже под мужским именем но она спалилась на том что она взяла карточку одну и ту же и вот так вот как-то подметилась этого разговоре нескольких архолюбов которые брали они поняли что карточка одна и та же и что да это вот такие вот мошенничества еще какие есть орхидейные мошенничества скажем так это не так страшно но это достаточно обидно а когда вам все-таки присылают орхидею да то есть вы покупаете и вам в первых случаях вас бросают на деньги ничего вам не приходит во втором случае который сейчас буду рассказать это когда вам орхидея таки приходит но когда она зацветает вы понимаете что это вообще не то то есть вам приходит орхидея с похожими листьями на то что вы хотели да там если есть какая-то особенность у листа а расцветает все что угодно и это обидно потому что вот у меня на глазах продавали очень дорогую орхидею все купились все пошли все искали этот красный подпал на листьях а в итоге красный подпал был действительно но процвели просто орхидеи бордового вишневого цвета и этот пигмент цветка настолько ярко выражен что он давал ну вот такой дополнительный окрас на листья как вы все знаете так бывает особенно на ярком солнышке некоторые листья загорают и кто-то загорает вот полностью становится до такого ровного цвета красноватого кто-то полосами кто-то пятнами такая вот особенность у орхидеи с темными цветами насыщенного цвета вот они могут так загорать и вот так вот обманули людей которые купили грубо говоря фаленопсис который стоит там гривен 200 дай боже а им продали как вот редкий гибрид там какой-то модный был честно говоря вот вот за эти миноза ими фаленопсисами голландскими я не слежу но там в общем появился какой-то модный гибрид по 2000 гривен и его все быстренько хапанули вот так вот неприятно и еще один такой обман мошенников это не сказать что это прям вот обман мошенники но так делать нельзя то есть для меня это небольшой обманчик это когда делят кусты случаи жизни я беру всегда в общем-то уже восемь лет где-то на ордж клубе я им доверяю мне классно и вот я заказываю от люк через них приезжают не шикарные кусты мне еще попали на передержку ворка подруг кусты которые я потом расправляла и другие орха знакомые тоже говорят о том это же взяли но мы взяли дешевле чем ты вот там вот аж 50 гривен сэкономили так что вот мы брали в той группе а ты вот там чуть ли не дурочка ну окей и они показывают мне фотографии девочки что-то у вас не то и показываем свою и я опять-таки видела хвастались на ордж клубе многие ребятки том что им по приходило и какого это размера то есть ты уже знаешь то как выглядит у поставщика до подобные размеры подобные кусты и как оказалось девчонки не поленились вы трусили из горшков и мы увидели свежий срез замазанный зеленкой люк так не делает немцы так не делают и было очень больно и обидно потому что заплатили они всего лишь на 50 гривен дешевле чем я а получили блин треть куста которого получила я то есть как бы и сэкономили но сами себя обманули то есть это тоже неприятно я например для меня я отношусь так мошенничеству и я вот таких людей брать не буду на том что они заказали орхидею за 750 гривен до которую продают человеку за 750 гривен разделили ее на три куста и продали по 700 это неправильно поэтому ребят и на самом деле вот миллион миллион таких вот и подобных примеров будьте пожалуйста бдительны сейчас будьте бдительны особенно перед новым годом действительно очень активные мошенники очень сейчас много не берите с рук не торопитесь не ведитесь у вас будет еще время купить впереди еще многие лет впереди еще много теплых денечков все успеется все купится все найдется все будет вот честно не торопитесь не попадаетесь плюс еще есть такие мошенники которые реально высылают гнильцу то есть то что додыхает у них на складах они так быстренько спихивают вам приходит уже изначально мертвющая орхидея или же они спихивают вам вы даже не узнаете что вам пришел не тот сорт потому что она едет к вам мокрючая замерзает ночью вы достаете гниляк они вам рассказывают что это вы виноваты и у вас там дохнет вы купили себе вот модный этот гибрид легко или wildcat который все любят да полинопсисный а вам прислали что-то там вообще обычное пятнистое в любом магазине их там десятки стоят но вы даже не узнать что вам не то прислали потому что она у вас гнило вот как-то так много одна говорила уже на этом все правда будьте бдительны вот вам обычная горе солнечных дней пышных взлетений у сегодня наверное теплых ночей честных продавцов потому что мы сейчас уязвимы нам хочется нашего орхидейного хомяка накормить и они этим реально пользуются поэтому не гонитесь за дешевизной и терпение наше всего подписывайтесь ставьте лайки и ждите следующее видео будет о том как я попадалась орхидейным мошенником как я не попадала с орхидейным мошенником и с чем столкнулась я на этом все и пока пока